Прочастное доказывать будем или не будем? А? Все-таки давайте. Кто, кроме Андрея и Паши, способен прочастное доказать? Только что надо сказать в условиях? Не только это, а еще что надо сказать, очень важное? Неравен. Что предел вот этой последовательности не равен нулю. Понятно? Ее предел не равен нулю. Кстати, интересно, а может быть так, что у нее предел не равен нулю, а у этого равен. Как вы считаете, так бывает? Нет. Почему нет? Потому что если будет стремиться к нулю, а другая не эквивалентна, то смотрите, эквивалентно не можно любо убежать. Если начиная с некоторого места, все члены последовательности меньше, чем эпизодом пополам, то мы возьмем, то опять начинаю с некоторого места, разница меньше, чем эпизодом пополам. Понимаете? И получится, что эти меньше, чем эпизодом. Ну и значит, кто не устремится. Поняли? Так. Ну хорошо. Что же на самом деле нам нужно? Нам нужно оценивать такое частное. АН разделить на ВН, минус АН делить на ВН. Так, легко. Единственное, вот эти Н-ки на будущее пишите поменьше и пониже. Понимаете, да? Чтобы было видно, что это не В умножить на Н, а что это вот именно ВН. Отлично. А вот теперь вы должны оценивать разность. Опять нужно что-то вставить с плюсом, с минусом. Чтобы получилось в том вот стиле. И все получится. Молодец, молодец. Переходите к новым строчкам. Чтобы начнете прописать. Вот, да, отлично. Так, знаменательный метро, естественно, не будем. Вообще придется. Нет, мы скажем, что он большой. Мы скажем, что последовательности отграничены от нуля. У нас сегодня была про это лимма, правда? Вот, нет, а вот сейчас важно, что она впишет. Что она сейчас впишет? АН большое, ВН маленькое. А вот дальше надо, чтобы можно было так оценивать. Понимаете, про это вы знаете, что она маленькая штучка. И про это вы знаете, что она маленькая. Поэтому нужно, чтобы что-то принеслось, и такое было. Так что вы впишете? Вы впишете, конечно же, АН большое. Да, молодец. Плюс то же самое. Все получится. Да, делить на ВН большое и ВН маленькое. Значит, вспоминаем лимму, которая сегодня была доказана. Про отграниченность от нуля. Если у нас последовательность фундаментальная и не стремится к нулю, то есть такое положительное число, что, начиная с некоторого места, все члены больше, чем это число. Понятно? А это значит, что нет, уже не равно, уже меньше. Вот это будет больше, чем число. А если знаменатель больше, то дров меньше. Меньше, да? И здесь вы тоже разобьете на две штуки. На это, на первые два и на последние два. И не забудете вынести за скобку, и все получится. Да, да, молодец. Так, ребята, логику понимаете? Делить на, там, не знаю, нет, уже на что-нибудь там, на дельце в квадрате. Дельце – это некоторое положительное число, которое отграничивает наши последовательности от нуля. Что у нас сейчас происходит? Очень простая вещь. Значит, вот эта величина ограничена сверху некоторым числом с. Вспомните вот это. Так? Это можно взять, начиная с некоторого места, она будет сколь угодно маленькой. Как хотите, так и ограничивайте. Да? Дальше. Это будет меньше с, это будет тоже сколь угодно маленькая. Значит, как это все сверху ограничивается? Вот это, д это, по-моему, делить на дельце в квадрате. Так? Вот, кстати, плюс. То есть, два с эпсилла делить на дельце в квадрате. Что? Кстати, плюс. Да, плюс плюс. Это вот так. Итак, пишем. Меньше чем 2 с эпсилла делить на дельта в квадрате. Обратите внимание. С положительное фиксированное число. Дельта положительное фиксированное число. А эпсилла можно брать сколь угодно маленьким. Поняла? Отлично. Отлично.